Аплодисменты Здравствуйте, уважаемые любители бильярда! После непродолжительной паузы мы возобновляем наши трансляции. Сегодня нас ждет удивительный матч, так как участвуют два достаточно титулованных спортсмена. И с вами работает дуэт комментаторов. Я Сергей Бауров и мой коллега Евгений Уваров. Всем доброго вечера, приятного просмотра всем. И у нас сегодня действительно очень зрелищный матч. Это всем известная Диана Миронова, лигер женского бильярда, была и пока остается на данный момент. И непосредственно очень зрелищный, очень свободный, очень такой талантливый, не побоюсь этого слова, игрок Дмитрий Шкода. Да, мне кажется, вообще Дмитрий Шкода является топовым игроком. И если бы меня спросили, кто, по моему мнению, находится в топ-5 лучших игроков в русском бильярде, я думаю, что в этой пятерке, конечно, несомненно, Дмитрий Шкода был бы. К сожалению, мало мы видим его игр в последнее время, но я думаю, что недостатка этих игр мы с лихвой восполняем в наших трансляциях. Да, очень выборочно относится он на данный момент к турнирам. Крайне мало катается, но тем не менее, получилось все-таки привлечь его к нашим турнирам. И это очень-очень радует, потому что действительно смотреть его игру всегда очень приятно и очень зрелищно. Да, вот я подключил сейчас чат. Хочется сказать сразу, что эти два спортсмена однозначно будут участвовать в предстоящем турнире Кубок Савиди, который совсем уже не за горами, и вот, по-моему, сегодня появилась сетка игровая. Уже спортсмены могут морально и психологически готовиться к своим соперникам. Я думаю, что будет вот эта игра хорошей разминкой и для Дианы Мироновой, и, соответственно, для Дмитрия Шкоды. Для тех, кто, может быть, ранее не следил за нашими трансляциями, напомню, что игроки играют в обновленную такую московскую пирамиду, но только есть отличия. Первое отличие заключается в том, что после забития с ВИК игрок имеет право играть только чужого шара, но имеет право играть из любого понравившегося дома. Поэтому может обойти стол и пересмотреть позицию. То есть, в принципе, сейчас мы как раз видели данное развитие событий именно таким образом. Диана Миронова забила с разбоя, и не со своего дома, а с домом, где находится пирамида. Продолжила серию, довольно-таки удачно сыграв первый чужой в середину с выходом. И в итоге в ее копилочке уже есть три шара. Да, и вот Дмитрий тоже попытался сейчас сыграть с ВИК. На мой взгляд, не очень удачный был отыгрыш, хотя провела красиво по проводке. Но, к сожалению, выбрала ту зону, из которой просматривалась атака. Но атака закончилась неудачно для Дмитрия Шкоды. И посмотрим, чем эта ошибка ему обернется. Также хочется сказать, что оба игрока находятся, наверное, сейчас в хорошей, прекрасной форме. Обидно. Перерезала Диана. Ой, не дорезала как раз. Не дорезала, да. И, да, пыталась выйти от СВИКа, но не получилось. Поговорить удалось с Дмитрием перед этим матчем. Он сказал, что занимается плотно тренерской деятельностью и тренирует самого себя. То есть готовится к СВИКа, находится в хорошей форме. Хотя некоторое время назад он болел, какая-то была простудная зараза к нему прицепилась. Он говорит, что несколько дней провалялся в кровати дома. Но, тем не менее, к этому турниру и к турниру к СВИКа будет готов в полной мере. Не лишним будет упомянуть о том, что спортсмен играет новыми шарами, облегченными слегка. Я, хотя, предложил Дмитрию, сказал, что никаких нет проблем, учитывая, что не за горами турнир в СВИКе. Давай сыграем старыми. На что он сказал? Говорит, ни в коем случае. Говорит, не надо старыми. От старых, говорит, уже шаров тошнит. Играть, говорит, буду только новыми шарами. И Диана, конечно, сказал, говорит, мне вообще все равно, какими шарами играть. И пару дней она буквально сегодня и вчера ими потренировалась. В принципе, на тренировке, опять же, чувствовалась себя уверенно достаточно. Ох, красивый. Вот он, Дмитрий Шкода. В своем стиле. Не просто воспользовался ошибкой Дианы, но еще и подарил любителям бильярда красивого СВИКа в угловую лузу. Ну, тем не менее, давайте не будем забывать, что все-таки основная специализация Дианы Мироновой. Это в игру свободная пирамида. И, конечно, в игру одним шаром, в любом случае, даже на уровне ее кладки, у Дмитрия есть довольно-таки сильный перевес. Как считаешь, Сережа? Ну, есть, конечно, у Дмитрия перевес. Конечно, это и уверенность. Ну, мне кажется, Дмитрий не просто уверен в своих силах. Он, конечно, играет и тренируется, насколько мне сейчас было известно, частенько играет с Достаном Лепшаком. Знает о том, что Диана в свободную пирамиду представляет из себя мощнейшее оружие. А вот в игру одним шаром пока Диане еще есть, конечно, чему учиться. И есть в любом случае потенциал. Ну, и он это прекрасно понимает, что для него, у Дианы, есть еще очень достаточно много слабых мест, на который он, естественно, будет и надавливать. Но посмотрим. Я бы, конечно, ни за что не стал бы недооценивать 14-кратную чемпионку мира, хоть и в женском бильярде, но, тем не менее, шары укладывать она по лузам умеет. Ой, как хорошо. И очень приятно, что на предварительный анонс, кто на кого ставит, было довольно-таки такое небольшое преимущество у Дмитрия Шкоды. И там, по-моему, если не ошибаюсь, 57 на 43 было непосредственно в пользу Димы. И спасибо сейчас за донат в пользу Дмитрия Шкоды. Мы обязательно передадим его. Но нет, там было написано, если выиграет, короче. А если не выиграет, я думаю, что эту тысячу рублей должна получить Диана Миронова. Так было бы справедливо. Спасибо, конечно, за донат, за то, что поддерживаете. Нам это очень приятно. И, конечно, будет развязывать руки, если донат, конечно, войдет в моду у любителей бильярда, кто сколько сможет, там по 100 рублей, по 500 рублей, по 1000 и более. Это, конечно, только приблизит нас к тому, что же мы хотим все-таки увидеть. Истинную зрелищность, которую мы можем показать среди тех спортсменов, кто играет в наших матчевых встречах. Если так будет продолжаться встреча, то матч нас ждет. Пройдет довольно-таки на такой высокой динамике. Посмотрите, еще даже 10 минут не прошло, а практически все шары были забиты. И вот Дмитрию остался всего лишь один шар для того, чтобы все-таки одержать победу в этой первой партии. По мне, Доктиана немножко небрежно сыграла предыдущий шар. Было пару ошибок, и, естественно, все мы знаем, как Диана эти ошибки переживает. Поэтому я думаю, что тот незабитый чужой с выходом в центральную лузу, я думаю, сказался. Конечно, и развитие в этой партии могло быть совсем другое. Дорежь того чужого. Но ничего, что есть, то есть. Диана настроена, как выиграть, так и прекрасно понимает, что может проиграть. В этом ничего страшного нет. В любом случае, мы болеем за красивый, хороший бильярд. Это хорошая тренировка к предстоящему турниру для обоих спортсменов. Друзья, если мы сейчас пока не отвечаем на ваши вопросы, которые вы пишете в комментарии, это не означает, что мы вас как-то не обращаем на это внимания. Игнорируем. Просто хотелось вступить в игру, рассказать несколько слов. Мы обязательно по возможности, если успеем, а то учитывая, как развивается динамика этой игры, можем многие вещи и не успеть рассказать. Поэтому продублируйте, продублируйте, можете даже писать капслоком, если вы уже пишете нам неоднократно. Очень легко играется Дмитрий Шкода. Да, я разбиваю с угла. Ну, видно, чувствует себя очень-очень уверенно, спокойно в таком темпе играет. Это вот еще раз говорит о том, насколько абсолютно именно абсурдно то, что профессионал будет колебаться на новых шарах. То есть если бы Дмитрий колебался бы на новых шарах, я думаю, он бы с угла не ставил бы так уверенно, и не разбивал бы, и не забивал бы, ну минимум это точно. Столб-то совсем как бы непростой, но то есть и строгим его нельзя назвать. 71 угловая, мы выдерживаем размер, и 79 или 80 уже не помню. После перетяжки получилась у нас средняя луза. Ну вот, серия прервалась. Посмотрим, чем ответит Диана Миронова. Отвечать-то ей здесь особо нечем. Диана, конечно, не любит отыгрываться. Точнее, она умеет отыгрываться, может отыгрываться, но, конечно, предпочитает больше атаковать. И не просто атаковать, а разыгрывать серии. Да, но тем не менее, то есть позиция слишком закрыта для того, чтобы найти какое-то продолжение. Ну, я сейчас вообще не удивлюсь, если Шкода будет играть в центральную лузу. Отыгрыш состоит непростой, и на косячи с отыгрышем можно больше, нежели с атаки в центральную лузу. Да, в принципе, не заставил себя долго ждать. Но при этом, по-моему, очень удачно. Да, сыграл по отыгрышу. Самому даже, видимо, неудобно. Но посмотрим, не видно, просматривается ли чужой шар в центральную лузу. Хотя, конечно, начинать серию с такого шара, наверное, не очень было бы удобно. И давайте не забывать, что данная трансляция возможна только при поддержке ESB Shop. Это основной спонсор данной трансляции. И по вопросам приобретения каких-то аксессуаров, подбора аксессуаров, да, киев, наклеек, мела, всего что угодно. И даже того, что нет в ассортименте, задавайте, пишите. Всегда менеджеры помогут. И ответят на любые вообще вопросы, которые только возможно задать по поводу бильярда. Вот единственное, чего только нет, это мы не занимаемся продажей новых шаров. У нас нет их действительно в продаже, никогда не было. Я думаю, что легко можно найти в таких компаниях, как Weekend и Fortuna, которые занимаются как раз широким профилем таким. У нас можно приобрести качественные, хорошие киев, проверенные чемпионами мира, России и вообще профессиональными спортсменами. В этом, я думаю, что этого у нас не отнять. Но, к сожалению, не успеваем мы столько делать киев, сколько, какой спрос нам диктует рынок. Действительно, наши киев-легенды понравились. Это можно об этом говорить смело. Они нравятся как профессионалам, так и любителям. И стоит подчеркнуть, что и Диана сейчас играет киев-легенда. Отказалась от своего киев, которым играла Кубок Кремля. И тут вот ей подобрал я киев. И она с удовольствием сейчас играет. Наверное, сколько? Уже недели, наверное, полторы дни, 10 играет уже этим киев. Ну, было вполне достаточно времени для того, чтобы к нему привыкнуть. Да я так особо не видел, чтобы она сильный, и дискомфорт даже ему. Она сразу заиграла. Она сразу заиграла, и заиграла неплохо. Вот шары чужие в среднюю. Это, наверное, основная такая категория шаров, которая нужна вот в тренировочном процессе, в процессе игрокам. Здесь нету однотонного такого, однообразного ската с руки. У Дианы это получается очень здорово. Хотя да, сегодня мы как раз тренировали в середину, и там были ошибки. Должна разыграться, Диана. Да, хорошо справляется. Не должен испугать ее Шкода своей такой экспрессивностью, своей скоростью. Ну, учитывая, что и Диана далеко не медленный игрок, я думаю, это для нее вполне подходящий темп. Сегодня Диана сказала, говорит, если бы... Говорит, я не представляю, говорит, куда могут... Какую, наверное, как сказать... На какой уровень ее могут эти шары привести? То есть она говорит, я не представляю, говорит, мне сейчас, говорит, интересно играть этими шарами. Говорит, что будет через две недели, через месяц, говорит, просто забивать шары не хочется. Совершенно меняется тренировочный процесс, совершенно меняется рисунок игры. И вот как раз она сегодня задумывалась о том, что ее любимый снукерный игрок это Ронио Салливан. И сегодня мы предположили, что реально она может заиграть в русский бильярд, как в снукер. Я говорил, сказал, я говорю, что если, говорю, Ронио увидит, как ты играешь в русский, там, через пару месяцев, я думаю, что он тебе наберет и скажет, давай сыграем. Однозначно подумают, ох, что будет, что было бы, если бы эта девочка играла в снукер. Потому что серии Миронова сегодня и вчера как бы выдавала такие приличные. Но это была тренировка, а это реальная игра. И не с кем-нибудь, а с самим Дмитрием Шкода. Который не оставил никаких шансов некоторое время назад Сухробу Перматову. Это игроку, который выиграл один из туров Legend Cup, который мы проводили в конце весны этого года. Да, ну и не будем забывать, что победитель данной встречи уже передвинется на ступень выше, где у нас есть Павел Плотников. Вадим Пешев, привет, привет и спасибо тебе за то, что смотришь нас и говоришь приятные слова. Очень хороший отыгрыш в исполнении Дианы. Да, если бы еще получился навес на центральную лузу, было бы, наверное, еще лучше. Тогда бы Дмитрий не смог бы сделать вот этот удар. То есть пришлось бы более сложным делать. Но я думаю, что это мышление будущего. Понятное дело, что сложнейший удар Диана делала. И она, конечно, дозировала силу удара именно таким образом, чтобы чужой шар не вернулся в ту же зону. А бить точно с навесом на центральную лузу, я думаю, что это, наверное, только со временем получится. Это действительно крайне сложно при этом, что надо было действительно ставить плотную на шар, чтобы была маска. А это, к сожалению, через весь стол не так уж и плохо. А может быть даже не к сожалению, наоборот, хорошо. Иначе бы совсем было бы просто играть. Ну что, мы сейчас становимся свидетелями позиционной игры. Кладку уже игроки продемонстрировали в этих полуторапартиях. Ну, посмотрим, как они будут действовать в закрытой позиции. Да, но пока сложных позиций таких нету. Вполне стандартное решение. Ну, вот это может быть ошибка. Да, ошибка, если дойдет. Да, очень тяжело отыгрывать свой от борта в угол. Когда прицельный шар располагается близко к центральной лузе, есть большая вероятность отдать его непосредственно на другую диагональную лузу. И спасибо Десперо за маленький, но очень приятный взнос. Я комментарий не успел его прочитать. Да, очень большой. Да. Поэтому Десперо на всякий случай извиняемся. А тем не менее, Диана забивает седьмой шар. И я думаю, что в любом случае будет атаковать, наверное, дальнего чужого. Только не с этой стороны, уверен, обойдет стол. Да, но там навешан шар, можно после него свой АК получить. Поэтому правильно отконтролировать свой шар сейчас имеет очень важное значение. Сереж, спрашиваю в чате, как думаешь, или вернее, что вообще у тебя по поводу того, что Сталик пересекся с Перкуном в первой сетке. Сейчас, прежде всего, хочу констатировать, что Диана сравняла счет, и у нас всего лишь прошло 20 минут с начала этой встречи, а счет уже 1-1. Весьма динамично и красиво играют спортсмены. Итак, что там? Еще раз вопрос. По поводу Сталик перкун. Я удивился, что Сталик заявился вообще на этот турнир. Мне самое главное, чтобы со здоровьем у него было все хорошо. Уверен, что он продемонстрирует потрясающий классный уровень. А то, что он играет с Перкуном, я не вижу здесь какой-то... В чем вопрос? Ну, в принципе, я думаю, в этом и есть весь ответ. Поэтому больше, что там, только смотреть будем. То есть, Перкун на данный момент не является самым топовым игроком. Поэтому, да, хороший спортсмен. То есть, он второй в рейтинге сейчас в Украине, но тем не менее. Он мало сейчас катается на международных турнирах. И на игрыше, я думаю, у него не хватает в любом случае. Ну, Сталик вообще не играет на турнирах. Он в охоточку может сыграть. Я не уверен, что он всю дистанцию доедет. Даже если у него была бы возможность, лишь бы здоровье не подкачало. Мы уже об этом много говорили. И то, что кто-то списывает Сталева со счетов, на мой взгляд, это супер глупо. Просто супер глупо. Да, турнир, может быть, Сталев не занесет никакой. Но обыграть любого он практически может. Ему достаточно на это две или три недели постоять возле стола. Да, на своем столе. Скорее всего, на столе, на котором привыкнет. Но учитывая, во-первых, уже пятый десяток Сталева, это раз. А во-вторых, уже нету того огня, того желания. Кому доказывать надо, ему. Ему. Разве нужно еще что-то? Вот в своем возрасте, вот уже будучи сильнейшим игроком, Разве нужно что-то доказывать? Понятное дело, ему будет очень сложно бороться с Йосиком Абрамовым. Но бой ему дать он запросто может. Не просто бой, красивую игру может показать. И Йосику будет совсем не сладко. А уж я вообще молчу, что другие игроки. Может любому проиграть. Если не будет у него желания играть, может любому абсолютно проиграть. Но если у Сталева будет гореть глаза, и ему захочется играть, Я думаю, что никому сладко не покажется. Такой бросочек был сейчас со стороны Дианы Мироновой. Может быть и нужный, может быть и ненужный. Учитывая, что не забила, скорее всего ненужный. Ну, трудно сказать. Какое развитие? Не обещал никакой прям этот свой. Снял бы Шкода с центра. И играть-то нечего было. Ну, вот в отскок сейчас Дмитрий не бил. И вместо этого вообще оштрафанулся. Может быть не ожидал он такого натиска от Дианы Мироновой. И вопрос в чате. По поводу того, что начали переживать, что не было встреч. Ну, ребят, много турниров было. Очень сложно было состыковать всех спортсменов. И опять-таки накладывать одну трансляцию на турнир, проходящий там где-то на более крупном формате. Понимаю, что резона никакого не было. Это первый момент. И я думаю, отвечаю на этот же самый комментарий. Если вы захотите поменять себе Киев, конечно же, Сергей подберет его, если у будет такое желание. Да, я сейчас нахожусь ежедневно практически у себя в клубе, в Легенде. Поэтому кому нужно, обязательно оказываю такую консультацию, помощь. И я уже, наверное, смело могу назвать себя каким-то таким специалистом. Потому что ежедневно занимаюсь этой работой по подбору игрокам Киев. И это не только любители, но и спортсмены. Зачастую, кстати, не разбирающиеся в параметрах Киа. И даже не представляют, как они могут играть. Будь Ки в руках по тем параметрам, которые соответствуют его каким-то антропометрическим характеристикам. Но очень быстро как-то Диана Миронова сейчас подошла к этому свайку и перебила его. Жалко. Но, тем не менее, уже шишаров у Дианы. Отвечая на вопрос Вадима Пешего, Сталев находится еще пока в Сочи. И присылал несколько видео со своих тренировок. Но какие тренировки? Понятное дело, если он был бы здесь в Легенде, он бы здесь тренировался бы у меня 100%. Что там происходит, понятия не имею. Результаты этих тренировок посмотрим на Савиде. Да, смотри, насколько уверенно Дмитрий после такого удара Дианы просто от кучи дал свайка. Опа. Не так уж и просто сыграть свой на месте. Да, многие предрекали вообще победу Шкоды на нашем турнире. Вот на этом турнире. Ведь победитель этой пары еще выходит на Павла Плотникова. Седьмой шар у Дианы. Ну что, игра приобретает... Да, если сейчас выкатился еще белый шар по на игре, то уже было бы... Я думаю, что Диана Дальнего точно сыграет. Ну, и бить будет, а может быть и в середину сыграет. В среднюю лузу вообще не только даже новыми шарами, а вообще вот... Можем даже под острым углом хорошо забивать, если хорошее глубочайшее нижнее вращение придать шару своему. И очень мягкий удар сделать надо. Но здесь не хватило точности. И Диана не слишком-то мягко и сыграла. Да, она больше своего отыгрывала к себе. И спасибо Деспере еще раз за донат. И, Сереж, там был вопрос. Сколько сейчас стоит кей Дианы Мироновой, которая играет? Сколько стоит кей? Это профессиональный кей без удлинителя. Он стоит всего 36 тысяч рублей. Вот вам, пожалуйста, те, кто считает, что хороший кей может стоить только от 60 тысяч и выше. Нет, это явно выраженное заблуждение. Ну, здесь еще и просто учитывая стоимость в нашем магазине. Подобная работа, восьмилучевой цветок, в принципе, находится в радиусе где-то 50-55, может быть, даже 60 тысяч. Средняя цена магазинная. Да, восьмой шар в Лузе. 2-1. Впереди Диана Миронова. Кто бы мог подумать, что такое начало после той первой партии, которую продемонстрировал Дмитрий Шкода. И по истечению менее 30 минут уже 2-1 впереди Миронова. Да уж. Очень не хочется, чтобы эта встреча заканчивалась. А если бы она в середину бы не ошиблась и смогла бы увеличить преимущество первой партии, то, представляешь, был бы счет 3-0. Это был бы серьезный такой удар, да? То есть, в любом случае, давайте не будем забывать, что парни не привыкли играть с девушками. И действительно настроиться вот именно на игру с девушкой, даже если это Диана Миронова, ну, крайне тяжело. Все-таки есть вот этот вот уже укоренелый такой стереотип, да, что все-таки мужчины сильнее. Диана, это далеко не подарок. Да, какие-то вот дискуссии по поводу Сталева даже, я на самом деле не понимаю, что можно дискутировать. Да все что угодно, как угодно Женя может сыграть сейчас на следующий день. Я представляю, как бы смотрелись, допустим, сейчас современные топовые игроки, если бы они играли со Сталевым в лучшие его годы, когда ему было 18-20 лет, тогда многие лучшие игроки, 7-9 получили, между прочим, получали от Сталева лучшие игроки. И уж не было тех, кто играл с ним на равных в лучшие его годы. Поэтому, что сейчас с пенсионеров взять? Если он порадует хорошими ударами, хорошей хотя бы одной партии, хорошей встречей, ну, классно, это здорово, что есть еще там порох в пороховницах. Ну, обсуждать его сейчас и... Я вообще удивился, что он туда поедет на этом турнире, что он там забыл. То есть он не стоял по 3-4 часа возле стола ежедневно, не тренировался. То есть зачем? Ну, это его личное дело, его личный выбор. Ну, и в конце концов, вообще все может у него поменяться в самый последний момент, он может и не поехать. Но в любом случае, все мы будем смотреть. И думаю, что старое поколение по-любому будет болеть за Сталева. Очень хорошее исполнение Дианы свое к себе от борта. Ну, и Перкун, Володя, конечно, тоже далеко не подарок. Конечно, было бы попроще, если Сталев вошел в игру, сыграл одну-две встречи с менее сильным игроком. Но, с другой стороны, если он со старта сможет обойти Перкуна, я думаю, что это вдохновит его и на дальнейшие встречи. Давайте просто будем болеть и наслаждаться игрой. Ну, или не наслаждаться, посмотрим, какую игру продемонстрировать Сталев. Ну, а заранее чего говорить? Да, конечно, то есть, не надо будет только смотреть. Я думаю, в любом случае, он будет играть на ТВ-столе. Поэтому, я думаю, все увидят. Поэтому, в принципе, можно не мусолить дальше тему. И, пожалуйста, задавайте вопросы, что еще вас интересует. Пока мы смотрим, насколько красиво, спокойно и уверенно Диана играет как в пул. Жаль, неудобно было Диане, конечно, тянуться. Вот такая довольно-таки сильная ошибка на самом деле. Ну что, и свой в среднюю лузу. А тем, кто хочет закинуть нам копейку, как пишут в чате, под видео, да и на видео, вы можете видеть ссылочку на донат. Пожалуйста, проходите по ссылке, там все возможно. Можете написать любое пожелание, либо задать любой вопрос нам в эфире. Спрашивают размеры луз. Я уже говорил, что угловые лузы 71 мм. Все лузы одинаковые по размеру. Почему я это упомянул? Потому что не всегда так бывает, к сожалению. Центральная луза, вот я, к сожалению, не померил после перетяжки, 79 либо 80, но они больше 80. Стол прям, я бы не сказал, что совсем просторный, но и он, и кладку у игроков не забирает. То есть игроки должны класть. Иначе кто будет смотреть, когда там по 10 ударов бьют мимо? Никто не будет смотреть. Снукер и пул любят за то, что люди там забивают, там мысли есть. А если бы пулисты или снукеристы, каждый там постоянно били бы мимо, и там каждый пятый удар результативный был бы, никто бы не смотрел бы эти игры. Чат очень живой у нас такой, что я не успеваю даже вот читать, как уже проходит немного времени и уже потом десятки других сообщений. Так что, Женька, помогай, если что. Да, сам бегай туда-сюда глазами. Что-то немножко сбой месячной трансляции дало себе знать немножко. Ну да, но тем не менее мы с тобой уже точно соскучились уже по нашим встречам. Я думаю, что особого перерыва сейчас не должно быть. А перерыв был связан с тем, что, ну, насыщенный график у спортсменов был. Показывать малоизвестных игроков не хотелось. Хотя очень много просят молодых ребят прокомментировать их игру, прокомментировать их матч, показать их матч, показать, на что они способны. И я думаю, что мы обязательно это сделаем, потому что мы должны видеть то молодое поколение, которое растет, которое будет через 3, 4, через 5 лет выйдут в топы обязательно. И давайте не будем забывать, хоть и мы прерывались в прямых трансляциях по Ютубу, в матчевых встречах, но у нас также проходят и прямые эфиры в Инстаграме по пятницам. Обычно выходим в эфир в 21, либо в 22.00 вечером. Так что, пожалуйста, следите за нами и в Инстаграме. Бывают иногда интересные вещи. Тоже можно задавать и вопросы разные. Ну и плюс мы все-таки там стараемся немножко перейти за стол и проводить какие-то обучающие мероприятия. Сейчас я думаю, что еще все внимание приковано к Иосифу Абрамову. Это уникальный спортсмен, молодец. Искренне сейчас за него топлю и буду топить, наверное, на всех турнирах, потому что он делает сейчас некую уже историю бильярдную. Он уже выиграл несколько, если мне память не изменяет, 5 международных турниров. Четыре подряд. И, конечно, это супер-супер уровень и супер-уверенность. И я думаю, что сейчас ему будет очень-очень непросто, потому что каждый, абсолютно каждый спортсмен, который встретится с ним по сетке, будет понимать, что обыграв Абрамова, это практически чуть ли не точно так же, как выиграет турнир. На данный момент у него 29 встреч без единой поражения. То есть за последних четыре турнира он ни разу не проиграл ни одной встречи. А давайте не будем забывать по поводу того, то есть какие встречи он отнимал, когда в контровой ему забивали 7 ския, и он давал 8 в ответ. Кубок Кремля, на секундочку, не подарок. Это действительно говорит о том, насколько человек относится именно к бильярду, как к спорту, как к способу, то есть действительно, то есть самореализоваться. Здесь огромную роль, конечно, его отец. Воспитание, прежде всего, характера устойчивой психики, хотя, понятное дело, что железных людей на таком уровне вообще не бывает, с непошатнувшейся психикой, это уж точно. Но, тем не менее, я очень рад за Йосю и уверен, что ему еще много турниров покорится. Просто интересно, кто же его остановит, и остановит ли его кто-то в ближайшее время. На Савиде он, я думаю, что явный фаворит потенциально, но думаю, что желающих откусить кусок от вкусного пирога найдется немало. Две сенсации, как мы с тобой уже говорили, может быть. Это очередная победа Абрамова, то есть уже, в принципе, хоть он и фаворит, но тем не менее, все равно это, конечно, сенсационный результат может продемонстрировать Йосик. И победа Лепшакова, которая могла бы быть уже четвертой на этом турнире. Это вообще, по теории вероятности, настолько низко. Действительно, взять, выиграть три Савиде в подряд, ну, это, конечно, крайне сложно. Ошиблась Диана, дала Свойка. И сейчас видим полностью накрытую середину. Да. Да, ну, еще бы одна сенсация могла быть, если бы турнир выиграла Диана Миронова. Кстати, да, это была бы третья сенсация. Вот. Смотрите, какая ошибка, да, и как защитилась за Дмитрия. Да. Да. Чуть не даже дурак не упал. Но он бы не считался бы, так как у нас с руки Свой забивать нельзя, и это был бы просто переход хода. Для Дианы, конечно, лучше бы он упал. Сейчас приходится ковырять, и обязательно чужой шар подобьет что-то. А, нет. Сыграла аккуратно достаточно. Все неплохо. Ну, а те, кто думают, что Диана совсем уж не имеет шансов, хочу напомнить 2013 год, когда лишь только Сергей Кражановский смог остановить ее на пути к победе в самом дорогом на сегодняшний день турнире Санкт-Петербург Оупен. Тогда Диана заняла третье место, обойдя всех-всех мужчин, топовых, чемпионов. Спрашивают, какой ки у Шкоды. А у Шкоды какой-то новым киём играет. А вообще он играет киём, он, говорит, разными играет киём, и играет киём, который доделывает его папа и той же самой наклейкой. Ну, мне кажется, Шкоде, когда он на разминке показал, в какой он форме находится, я подумал, ему вообще все равно. Он, да, также взял Дианинки и постучал немножко, сказал, что очень-очень хороший ки. Мелом мелит Диана Супердаймондом, а Шкодом мелит Мелтаом. Финский мел. Достаточно неплохой, но дорогой. Да, и вот уже 7 шаров опять у Дианы. Я думаю, если будет счёт 1-3 в пользу Дианы, у Дмитрия будет явно выраженная проблема в этой встрече. Михаил Михайлов спрашивает, что с Бухарой стало, то есть с Александром Сидоровым. Да, давно не радовал Александр хорошей игрой, провалился в этом году, уж точно. Не знаю, с чем это связано, к сожалению, достаточно редкий гость у нас бывает. Может быть, что-то связано с семейными обстоятельствами. Я думаю, что он же зарегистрировался, я не видел на Савиде. Кстати, я тоже не обратил внимания, то есть в списке. Я буквально мельком пересмотрел. Кто с кем, чего, как, сильно не заостряя ни на ком внимания. Поэтому сказать точно, зарегистрировался Александр Сидоров, либо нет, не могу. Но я думаю, по идее, должен был в любом случае. Ну да, с его уровня-то было бы глупо туда не зарегистрироваться. Но, по-моему, в числе сейных его точек нет. Я могу ошибаться. Если кто-то знает, да, если кто знает информацию, зарегистрировался ли Сидоров или нет, напишите нам, будем признательны. Хотя мы, естественно, можем после игры посмотреть сами, но мы могли бы поговорить об этом. Ну вот уже ответили, что зарегистрировался. Есть, да? Да, спасибо вам большое. Спрашивают, почему Крыжановский не едет на Савиде. Едет на Савиде, он в числе приглашенных просто, поэтому его в этой сетке не видно. На секундочку, в этой сетке нету 16 приглашенных, на которых будут отбираться из данного турнира 16 человек, и потом в топ-32 уже будут разыгрывать основные деньги. Я думаю, такой турнир мало кто пропустит из топовых игроков. Да, уже практически еще пару таких турниров, и люди, которые вообще никогда не играли, скажут, а почему бы не было бы участвовать? Ну что там, Миронов играет? А, отыгрывается. Тем более, давайте не будем забывать, что такое количество титулованных сильных спортсменов, оно позволяет очень многому научиться, потому что помимо самого турнира, я думаю, будет не одна очень зрелищная игра, за которой можно будет дополнительно понаблюдать. И, насколько я помню, Савиде в этом плане далеко не исключение. Очень много игр, поэтому, пожалуйста, можно всегда приезжать, смотреть, учиться. Мы раньше так и учились, только подсматривая за сильными. По-другому научиться было невозможно. Не было школ, не было грамотных преподавателей. Зато была коммерческая игра в расцвете. Да, ошибается, Диана сейчас в фотоигрыше, причем в несложном таком. Конечно, может упустить свое преимущество. Есть расклад. Ну, мне нравится Шкода, да, вот он в любом случае играет в одинаковом ритме. Что забивает, что не забивает. И, Леонида, спасибо. Диане на мелки и на Савиде ей удача. Спасибо. Передадим. Мелки и Дианочки бесплатны в нашем магазине. Дмитрий Кузнецов спрашивает. У него в конце ноября турнир, к которому хочет подготовиться по максимуму. Стоит ли сейчас ему обращаться за диагностикой? Диагностика покажет вам явные ошибки. Если там ничего такого страшного не будет, то есть то, что не обязательно будет менять и адаптироваться к чему-то, то вы очень быстро просто почувствуете прогресс в игре. То есть, скорее всего, что-то можно будет найти. А если ничего страшного не будет, тогда вы можете получить просто какие-то пожелания, которые, применив которые, вы также добьетесь лучших результатов, нежели те, которые у вас сейчас. Мало кому диагностика может повредить. А если есть в чате люди, которые уже пользовались диагностикой, пожалуйста, напишите ваши отзывы. Для нас это было бы очень хорошей обратной связи. Неважно, понравилась вам, либо не понравилась диагностика. Хотя я не сомневаюсь, что там понравится. Просто не может не понравиться в априори она. Так как она явно показывает, где и над чем работать. Ну а тем не менее, да, сложно сейчас где они в этой партии. Все от этого удара сейчас будет зависеть. Ой-ой-ой-ой-ой, перерезает, как Дмитрий Шкода. Дай через всю поляну. Непростой шар. Опять же, я бы не сказал, что не повезло ему. Повезло, по-моему, на первый взгляд. Но тем не менее, конечно, простой шар. Но для Шкоды, естественно, простой шар. Казался и важный шар. Промахивается. Я уже думал, что он закончит. Да, и Иудяна не проходила позиция. Не, ну если даже и проходил там Чужой, то убить его в любом случае было крайне рискованно на таком счете. Нет, я имел в виду, чтобы перевести Чужого на параллельный длинный борт. Вот он, вот он Шкода. Он как бы реабилитировался. Что он не забил, да, и смотрим, что он забил. Ну что, вряд ли он будет играть такого своего. Я не удивлюсь, если честно, но по удару он будет отыгрываться, да. По поводу того, вы любитель, играете год, поможет ли вам диагностика? Диагностика поможет абсолютно любому. То есть даже опытному спортсмену всегда нужно корректироваться. То есть это неизбежно. То есть это то, на чем не стоит вообще забывать. И может быть завтра в Инстаграме как раз и получится мне рассказать по поводу того, как более грамотно поставить тренировочный процесс. Диагностика нужна обязательно. Да, диагностика просто предотвращает массу ошибок, которые могут быть в начале зарождения этих ошибок. Поэтому цена вопроса, по-моему, 3000 рублей. А то, что вы можете получить с нее, мне кажется, бесценно. Ну, смотрим. Игра в последнем шара. 7,1 или 7,2 вела в этой партии Диана Миронова. Ну что, это Дмитрий Шкода. Ну что, это, по-моему, ошибочка. Это может быть ошибка. Да. Тонко попадает Дмитрий. Хотел потолще, надежнее поставить чужой шар на длинный борт. Но попадает тонко. Возможно, недостаток концентрации. Но это его скорость. Это его привычный темп игры. 3,1 Диана Миронова. Вот скептики. Возьмите на заметку, кто говорил о том, что будет 5,0 в пользу Шкода. Неизвестно, как закончится матч. Но матч этот пока претендует, наверное, на лучший из всех тех, которые мы показывали ранее. И вот у нас первый перерыв. Да, тут в любом случае надо переосмыслить, подкорректировать, что дальше делать. Конечно, счет уже, то есть, такой довольно-таки настораживающий для Дмитрия. Да, в такие игры, конечно, действительно кажется, что количество побед до 5, это очень мало. Надо играть до 7, до 8. Ну, разбогатеем, я уверен, что мы сможем демонстрировать более длинный матч. Может быть, даже по несколько дней, чтобы уж конкретно выявлять сильнейшего. О чем всегда мечтал Сталев. Предлагал, что надо играть побед до 11, 2 дня, чтобы не уставать. И чтобы даже уже какие-то случайные ситуации на столе не были ключевыми и не носили характер. Такой характер, при которой вот из-за этого якобы спортсмен может выиграть. Ну что, короткий перерыв, и мы на пару минут прервемся тоже. Спасибо. 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 Ну что, готовятся спортсмены к пятой партии. Заходила сейчас в нашу комментаторскую комнату Диана Миронова. Это, как говорится, чувствуется напряжение, волнительное такое. И, конечно же, Диане очень приятно играть с мужчинами, не просто с мужчинами, а с биллежистами, с суперпрофессионалами. Да, конечно, такого уровня игрок, как Диана Миронова, ей не хватает такого спарринга. Однозначно для того, чтобы расти, развиваться, нужно играть с игроками, которые сильнее. Это всем известно, это не только в филиарде, это абсолютно в любом виде спорта. Нужен постоянный, хороший, сильный спарринг. По-другому нельзя, по-другому не добиться высоких результатов, по-другому не развиться. Можно безумно много тренироваться, даже безумно качественно тренироваться, но тем не менее. То есть без хорошего адекватного спарринга вы можете стать просто чемпионом мира по тренировкам. Я думаю, она всячески жаждет вот этой вот крови, все-таки испытать себя, да, действительно, насколько она может играть. Это очень-очень здорово. Надо бросать вызов самому себе в первую очередь. Это самое важное. Посмотрим, что же сейчас поменяет Дмитрий. Уж очень я сомневаюсь, что это может быть снижение темпа игры, больше позиционной игры. Даже не знаю, что он сейчас... Я думаю, может быть, где-то все-таки Дмитрий и недооценил Диану. Может быть, это и сказалось. Вполне возможно, он переосмыслит все это. Кто-то предположил, что Шкода, возможно, неинтересно играть с девочкой. Да он прекрасно знает Диану Миронова, поэтому он понимает, что здесь не просто... Не было бы ему интересно, он бы сюда не приехал бы на этот турнир. Он же знал, с кем будет играть, и готовился, и тренировался. И понятное дело, что он знает о том, что тысячи человек посмотрят эту трансляцию, послушают нас. В любом случае, он хочет показать хорошую игру. Но то, что Диана наказывает его за ошибки и делает это пока убедительно... Это да. Это то, чего не хватало Сухробу Перматову в игре со Шкодой. Когда у Дмитрия развязались руки до такой степени, что он вообще уже под конец мимо не знал. То есть он уже понимал, что никак проиграть не может. Да, очень важно навязать все-таки борьбу сопернику, наказывать систематично за каждую его ошибку. И тогда далеко не каждый сможет справиться с постоянным прессингом. И даже находясь в пике своей формы, показать действительно, на что он способен. Спрашивают, почему Дмитрий Шкода торопится. Я бы не сказал, что Дмитрий Шкода торопится куда-то. Это его стандартная манера. Он всегда очень свободно, то есть играет. И вот сейчас он вернулся. И посмотрим, что будет продолжаться на нашем столе дальше. А я думаю, что нас ждет очень хорошая развязка. Я думаю, что если вдруг Диана Миронова одержит в этом матче победу, то мы объявим неделю скидок в нашем магазине. Я думаю, что это должен быть праздник. Для нас уж это точно. И для женского бильярда уж подавно. Диана не один год уже доказывает о том, что можно сражаться с мужчинами на равных. Можно их обыгрывать. Сейчас Элина Нагула подрастает и уже демонстрирует высочайший уровень. И в любом случае еще сыграет свое с мужчинами. И тоже, конечно, не будет для них подарком. Ну что, игра пятой партии началась с позиционной игры после неудачного разбоя. Никакой атаки не было. И вот сейчас непростая задача стоит перед Дианой Мироновой. Спрашивает по правилам, если вылетает шар со стола. Если вылетает белый, то восстанавливается и обычный штраф, как и есть. А если, конечно, вылетает желтый, то в любом случае это и штраф, и соперник играет из любого из домов. Все, в принципе, как и в любой игре. Все точно так же. Ошибается сейчас Диана очень... Ну, сложнейшая, да, проводка стояла. Посмотрим, как распорядится этой ошибкой Дмитрия Шкода. Стоят чужие в угол, но будет ли продолжение? Ну, этим шаром будет подбой. Подбой получился... Ну, посмотрим, удачный нет. Пара-то стояла в угол. Но играть из-под шара теперь проблематично. Мне не нравится Дмитрию. Да, и свояк очень тонкий по ходу. Но это Дмитрий Шкода. Здесь можно... Он может найти шар там, где его никто не ждал. Это коммерческая игра, да. Это небольшой призовой фонд. Эта игра имеет 30 тысяч рублей. Каждый матч, чего я встречу, у нас пока 30 тысяч рублей. Если будет донат соответствующий, я думаю, что мы можем увеличивать призовой фонд и, соответственно, уже приглашать игроков с других городов и регионов. Не только регионов России, но даже с других стран. Да, к сожалению, это финансово затратное мероприятие, приехать откуда-то. Хотели мы на Кубке Кремля. Все-таки, чтобы у нас Александр Паломарь сыграл. Но, к сожалению, у него не вышло. Поэтому все-таки даже выдергивать с турнира спортсменов крайне сложно. Йосик Абрамов сказал, что он сейчас закончится савиде, с удовольствием примет участие в наших битвах. Посмотрим. Мы в любом случае сейчас желаем ему хорошего выступления, победы на таком турнире. Уж хочется, чтобы у нас появился игрок, который может творить историю. И сейчас это в руках Йосика Абрамова. Сереж, тут сразу на твой предыдущий комментарий спрашивают, а сколько же будет все-таки скидка? Я думаю, что мы сможем сделать на наши позиции, на Кии Легенда, процентов 20 скидку. Для нас это очень большая скидка, потому что наценка на очки минимальная. И спасибо Валерию за донат от нашего кузнеца. Знаем, знаем, Валерий. Спасибо. И рад, что смотрите нас. И также по поводу, по магазину по вопросам, по поводу трейд-ин. Что такое трейд-ин? Ну, как и обычный трейд-ин. Вы приносите свой бушники, его оценивают. И на эту сумму вам дают скидку при покупке нового Кия в нашем магазине. Да, что-то совсем Дмитрий расклеился. Да, не пошел перерыв на пользу. В такой позиции Диана сейчас может там 3-4 шара запросто забить, разыграть только чужих шаров. Ну, посмотрим. На тренировке она делает это очень-очень легко. Здесь не тренировка. Пытается привести в зону. Получился, на мой взгляд, выход чужой в угол, чужой в среднюю лузу. Дальний чужой. Ну, в дальний она не будет играть. А вот через середину вот будет размышлять. Спрашивают, кто платит за проигрыш. Да, они разыгрывают деньги, которые выделяет ЕСБ Шоп. Они играют без несчастья. Приятно, что спортсмены думают, не просто пытаются забить, а именно думают. Диана всегда думает, когда сыгрывает. И вот для нее интересно играть в такой бильярд. Конечно, строгость русского стола не позволяет уж совсем играть как в снукер, как в пул. Но тем не менее, местами получается там 6, 7, 8 шаровские я. Она забивает, но это загляденье. Просто красиво рисует, красиво играет. Все продумано до мелочей. Вот это бильярд будущего. Вот мы очень хотели бы, чтобы именно такой бильярд был. Но старыми шарами она так не может играть. Много усилий нужно для того, чтобы оттянуть, сыграть дозированно. Зажать лузы, сделать по миллиметру угловые лузы. Ну тогда пропадет красота забития шаров. Очень много будет мимо. Зачем это? Конечно, когда игроки доходят до определенного очень высокого уровня, им просто не хочется бить. Вы даже посмотрите, давайте, то есть не будем далеко ходить, посмотрите, насколько сильно поменялась игра Йосева, Абрамова за последние 2 даже года. То есть каждое действие вымерено. И вот так вот происходит с каждым, когда уровень кладки достигает очень приличного значения. Если человек хочет дальше развиваться, он должен искать более сложные решения. Он должен всячески усложнять себе игру, расширивать дебазон ударов. И это показывает только то, что на самом деле, насколько мы сейчас все-таки сыры. Вот, что насколько есть возможность развиваться. Мне даже сложно сказать, какой диапазон ударов вообще в априори не используется, а насколько это важно делать. Да, не хватило немножко для того, чтобы закончить эту партию. 7-1 ведет Диана. Да, Дмитрий не ожидал такого исхода. Но это пока не исход, конечно, но даже вот такой развязки. Насколько ему сейчас тяжело играть. Да, можно смело сказать, что эта партия также останется за Дианой Мироновой. 4-1, друзья мои. Да, Небрежно бросает кей, Дмитрий. После первой партии, конечно, никто не ожидал, что через час будет счет 4-1 в пользу Мироновой. Конечно, первая партия могла оглушить кого угодно, но получается только не Диану. Спрашивает по поводу того, насколько быстро новые бильярдные заведутся новыми шарами. Ребята, на самом деле, то есть это не играет такого колоссального значения. То есть давайте смотреть. У кулистов вообще, у всех профессионалов, они не смотрят, какие шары бильярдные. У них свои комплекты шаров. И никто там ничего... У профессиональных туристов есть комплект шаров, даже некоторые комплекты хранятся в нашем клубе. То есть тех игроков, которые приходят и время от времени тренируются в нашем клубе. То есть им без разницы, кто какими шарами играют, они тренируются своими шарами. Зачем всем переходить к бильярдным клубам на старые шары или на новые? Ну придет износ старым шарам, поменяют на новые. Есть профессионалы в клубе, если тренируются, но пускай там клуб или сами профессионалы могут купить через Федерацию бильярдного спорта по себестоимости комплект шаров или два комплекта, пять комплектов. Там столько, сколько им надо. Но не во всех клубах есть профессиональные спортсмены, для кого это надо будет. Это плановый какой-то переход, который может быть через какое-то время, то есть через несколько лет перейдут все окончательно, когда убедятся и увидят, что играть этими шарами не только преимущество для игроков, для зрелищности бильярдного спорта, а также это выгодно вообще руководителям бильярдных клубов, которые сэкономят на перетяжке и на ремонте луз. То, что получается от старых шаров, постоянно при любой перетяжке приходится накладки на лузах ремонтировать, менять. Наклейки постоянно деформируются. Одни и те же проблемы. Вот мы говорим постоянно, что то ли не слышат люди, то ли они сами не пробовали, не понимают разницы. Когда какие, вот на сегодняшний день, вот посмотрите, куда ни глянь, у всех игроков проблемы с наклейками. Все спрашивают, какими наклейками играют, какими. А какая здесь, а это, я там поменял наклейки, три наклейки за месяц уже сменил, не знаю, чем играть. Если бы вы играли новыми шарами, вам было бы все равно, какой наклейка играть. Потому что требований к новым шарам, к наклейке практически никаких нет. Диана играет средней жесткости, наклейка ЕСТ, есть Б нашей наклейкой. Шкода играет тоже подпрессованной наклейкой Трианжел. То есть, ну все, без разницы, нет никаких там вот... Наклейка есть, как вот раньше, 15 лет назад. Есть наклейка на КиЕ, все. Остальное теперь важно, чтобы партнер был. А сейчас, куда ни глянь, у всех проблемы одни и те же. Нечем играть, не может себе подобрать наклейку и так далее. Одни и те же проблемы. И вот поддерживаю по поводу, опять-таки, вопроса по поводу шарам, что и начинающим надо все-таки играть этими шарами. Да, то есть однозначно я могу сказать так, что детям гораздо легче было бы играть бы именно на легких шарах. Гораздо легче сделать и вращение придать, и много других вещей. И это позволяет со старту давать совершенно другой рисунок именно на тренировках. То есть не просто там, да, забивать, а уже более прогнозируемо делать, более интересные задачки ставить. Потому что человек, даже начинающий, обучающийся, он начнет гораздо раньше, то есть выполнять те или иные удары. Да мы уже говорили об этом практически в каждой трансляции, что просто дарим этими шарами детям еще год-два. То есть время, когда они могут начать обучение. Не с 9 лет, не тогда, когда уже мышцы, там, ручки окрепнут. А именно тогда, когда уже, в принципе, можно играть. А можно играть в 6-7 лет, начать уже осмысленно играть. Но старыми шарами это невозможно сделать в силу их тяжести. Шесть шаров в этой партии у Дмитрия Шкода. Конечно, мне не хотелось бы, чтобы эта игра заканчивалась. Хоть я и болею, естественно, за Диану Миронову. Но хочется-хочется борьбы, хочется красоты. Да что мы все о шарах, да о шарах. Кому нужно, наверное, может уже где-то купить, приобрести себе это попробовать. Во многих бильярдах Москвы уж точно сейчас уже давно есть комплекты. Кстати, кто хочет попробовать шары, они есть в бильярдном клубе в Легенде. Хоть на каждый стол можно приехать, взять, попробовать. То есть они всегда доступны. Маркеру подойдите, скажите, хотим поиграть новыми шарами. И вам это предоставят. Да, проблемы никакой нету абсолютно. Здесь пока не попробуешь, не поймешь. Осминен Влад, когда впервые в жизни сыграл этими шарами, он сказал, что я за два часа к ним привык. Говорит, впервые в жизни мне захотелось начать тренироваться. Ну а тем не менее, Дианке все-таки получилось забить первый шар в этой партии. Конечно, откусить при такой позиции шаров крайне сложно. Это однозначно большая серия отыгрышей должна быть. Но тем не менее, будем смотреть, болеть, наблюдать. И тем не менее, будет хорошо, даже если Дмитрий Шкода выиграет. Потому что тогда все-таки игра забоевится. И вот, пожалуйста, какой очень хороший. По скату чужой в середину забивает Дмитрий. Но в любом случае, вряд ли сейчас Миронова будет там нырять на какие-то шары. Спокойненько будет отыгрываться. На столе так расположены шары, что ничего простого нет. Конечно, можно нырнуть на свой К в угол. Не скажу, что это прям отработанный какой-то шар для Дианы. Тем не менее, да, играть будет. Перебивает по силе. Да, с нашей стороны мне казалось, что там еще острее угол стоит. Что, наверное, не имело бы смысла играть. Вопрос в чате. Ко мне, как можно приобрести мои наклейки? Они есть в ЕСБШОП? Пожалуйста, напишите менеджерам. Они вам ответят, предоставят все. Напишите, пожалуйста, уважаемые друзья, кто верит в то, что Диана может войти, может быть, не то, что войти в историю. Она уже вошла в историю. Она в историю вошла, да, но в мужском бильярде. Кто думает, что она может войти в восьмерку на Савиде? То есть это еще, так как она не Сейна, предстоит долгий путь, чтобы только с Сейнами встретиться. Но как вы думаете, есть ли такие, кто верит в это, что Диана сможет попасть в восьмерку? Я уже сейчас не хочу спрашивать, что Диана выиграет турнир или проиграет. Не, на самом деле, то есть для любого человека выиграть этот турнир, мне важно, в какой ты форме находишься, это, ну, крайне сложно. Есть, конечно, преимущества у 16 приглашенных. Ну, с одной стороны, это может быть как и преимущество, как и недостаток. Так как для того, чтобы зайти в основную сетку, ну, надо сыграть, если я не ошибаюсь, то это 4 встречи. А за 4 встречи можно очень хорошо войти в игру, прочувствовать столы, прииграться. Вообще атмосферу. Да, то есть, тем более, играть не встреча за встречу, а там будут перерывы. В этом плане есть все возможности подготовить себя уже для игры с топом. Я вот не зря, на самом деле, спросил по поводу, сможет ли, не сможет ли Диана войти в восьмерку, потому что успел мельком посмотреть сетку. В принципе, ну, ничего прям сверхъестественного по сетке у Дианы нет. То есть, нету игроков, которых она явно не может пройти. То есть, понятное дело, что будет непросто. В любом случае, с каждым практически будет непросто, но, тем не менее, непосильных для нее на сегодняшний день игроков до встречи с 16-ю сильнейшими ее не будет. Кстати, после Савиди, Сталев уже вернется в Москву. Я думаю, что мы, независимо от того, как он сыграет, я думаю, что организуем несколько матчевых встреч с Евгением Сталевым. Надеюсь, что он не откажет. Уже сделан его стол. Стол, прямо сказать, на любителя получился. Со снукерной резины. Достаточно быстрый стол. Агрессивный, можно так сказать. В меру строгий, в меру свободный. Ну, такой стол, мне кажется, не имеющий аналогов. Ой, как перетягивает Диана. Вот Александр Мускалев пишет. Лишь бы не психовала, а проявляла спортивную злость. И она будет в тройке. Да, бывает, что Диана психует, расстраивается. Это, прежде всего, связано с ее собственной игрой. Ни в коем случае она никогда не испытывает неуважения к соперникам. И если что-то там происходит с ней, так это только то, что она очень негодует из-за своей игры. Да, ну что? Шкода Дмитрий ожил. Отбил еще одну партию. И в седьмой партии уже имеет преимущество. Сейчас чуть не дорезал. Да, сделал хорошую серию строк-шаров. И с руки ошибся очень-очень сильно. Ну, вот в середину играл то ли он с подбоем хотел, то ли просто на забитие хотел сыграть. Да, вот Диана редко себе позволяет такие удары. То есть она каждый шар пытается, даже сложный, пытается либо выйти, либо увести, либо целенаправленно, если делает подбой, то выцеливает даже в какой-то определенный шар. То есть редко можно увидеть какой-то наотмашь удар, который не несет никакой мысли. Очень вовремя нам ставят шарики. на экране. То есть хочется сказать, что этим занимается никто иной, а мастер спорта из Белоруссии Анастасия Николаевна Новикова. Моя законная жена. Без одного дня недели. Да, идеально справляется с этой работой. Учитывая, что она уже почти на восьмом месяце беременности. И вообще, качество трансляции организованной нашим товарищем Андреем Сераштаном, профессиональным игроком в пул. Не просто профессиональным игроком, а еще и профессиональным тренером. Насколько мне известно, Андрей преподает успешно и американский пул, и может снукер преподавать, а также запросто даст несколько хороших советов и рекомендаций по русскому бильярду. Ну что это ж... Однозначно это штраф. Поэтому команда в бильярдном клубе «Легенда» просто супер-супер-профессионалов собралась. Тем не менее, количество людей, которые сейчас смотрят, нас, если мне телефон не врет, 995 человек. Я даже не помню, было ли у нас больше тысячи. Ни разу заходили мы за тысячу. Ни разу? Было, было. А, было, да? Это, наверное, в матче со Шкодой, наверное, да? Вполне возможно. Точно не могу сказать, не помню. Никита Филиппов все очень настойчиво просит про шары, рассказать про их разницу. Они чуть легче. Сереж, не помнишь, насколько они легче? На 20 грамм. На 20 грамм они легче, они диаметром 67 миллиметров. С копейками там. Да. И по факту это все в отличие. Но то, что они более сбалансированные. Они одного веса. Они одного веса. Да, что у него самое важное. Главное отличие от старых. Вот. Тут на самом деле, то есть, других таких сильных отличий нет. Я думаю, если любителю дать шары, то есть, то он даже не поймет, чем он играет. Разницы никакой нет. Если уже вот касаться любительского уровня. И спрашивают, ставят ли лайки. Лайки ставить обязательно. Будем вам за это весьма благодарны. Спасибо за поздравление. Меня тут поздравляют. Ждем мы девочку. Если УЗИ не врет. Но на 100% я думаю, что скажет только Акушер. Кстати, я вот сейчас недавно сделал флюорографию. Хочу впервые в жизни присутствовать на родах. Ты, кстати, Жень, не присутствовал на родах своего ребенка? Нет, не присутствовал. Я даже не представляю, как это. Многие говорят, можешь не выдержать психологически. У меня просто было все. У меня было кейсерово. Не знаю. Я очень хочу просто держать в это время за руку свою любимую жену. Однозначно хочу сказать, что твоя жизнь поменяется в корне. Всегда есть старая такая поговорка. в этот период времени все делится на то и после. Посмотрим. А сейчас у нас уже забоявилось 4-2 общий счет. Если бы сейчас забил бы Шкода, конечно, есть тут над чем разыграться. А теперь Диана подтянет, я думаю, что в любом случае подтянет по счету. Сейчас будет рассматривать. Чужой в середину понятно, куда будет выходить. Под свояка в угловую лузу либо под чужого. Не секрет, что Диана любит разбирать чужие, как в пул. Как в пул играет на тренировке пока что. Она пробовала свои силы, кстати, и на пуловском столе. И даже у нее была матчевая встреча с Константином Степановым. До 7 побед проиграла она со счетом 7-2. Причем одну партию выиграла, забив с разбой девятку. У нее, кстати, неплохо получилось. И Костя дал задание. Говорит, пускай приходит к себе в клуб и забьет одним шаром любые шары 15 подряд. И так надо сделать три партии подряд. Сделать по 15 шаров. Не заставила Диана долго ждать. В этот же вечер приехала в клуб. Забила пять партий с Кия одним шаром и говорит что-то говорит мне скучно. Но на самом деле просто не было у нее хорошего партнера на тот момент, чтобы ей могли реально продемонстрировать всю красоту этой игры, все умения и все возможности. А тут хочется сказать спасибо Росбоец. Сереж, 500 рублей на пеленки. Это твой личный донат. Да ладно, я не увидел, читал комментарий. Спасибо большое. Спрашивают, когда турнир Савиди? Если не ошибаюсь, первые игры начинаются 20 числа. Да, Диана даже посмотрела, что она по-моему играет 21. но если чужой упадет с прокатом, а нет, ошибается Дмитрий. Я думал, что он мог здесь закончить, но вместо этого сейчас у Дианы есть все шансы сравнять счет. Да, забивает. И еще дополнительно шар выкатывается на игру. Да, ну вот сейчас как раз тот на линии дома Дмитрий снимет и посмотрим чужой, такой противный. но в любом случае Диана будет играть его с выходом. Вряд ли она будет играть его по отыгрышу или просто на забитие. Не знаю, давайте посмотрим. Но мне кажется она будет выходить на угол под угловой шар, тот который не на борту. Сережа спрашивает, будет ли интервью после игры? Так, интервью после игры нет, к сожалению, мы не готовили сейчас под это не нашу комнату, пообщаемся с ребятами, обязательно в следующей трансляции расскажем, что они говорили. Но мы в любом случае поговорим с игроками после игры, но это не будет в форме интервью. Да и как-то не было таких отзывов, что это необходимо, что это такая необходимость, что это нужно делать. Как-то небрежная сейчас ошибка у Шкоды в простом отыгрыше. Чужой в середину свой к себе. Такой заказ заказал Диана. Немного не угадывает с размером в этом при этом отыгрыше очень важно, чтобы свой, конечно, оставался возле лузы. Максимально усложнить жизнь сопернику стояла задача. середина. можешь рассказать, в чем преимущество модели цветка 4, 6, 8 лучевого? Вообще в целом цветка и перед какой моделью? Не, между собой, то есть именно по лучам. 4, 6, 8. Ну, опять же, я не могу сказать, вот 8 лучевой цветок очень, по крайней мере, вот мы заметили, что погрешности в ударе практически нет. В том плане, просто не могу не прерваться, да, опять же, досадная ошибка. Шарпово отбортнулся немножко и не составит, мне кажется, труда, учитывая, что Дима чуть ли не одинаково играет и правой, и левой рукой. Спокойно его забьет. Да. погрешность в 8 лучевом гораздо меньше, если крутить кий. А, это был всего лишь седьмой шар. Я что-то подумал, что это уже восьмой. Почему вот мы отказались от классических киев именно по этой причине, что вот именно классические модели постоянно нужно находить какое-то определенное место в киев, в какое-то положение, по которому надо бить, потому что слишком разница огромная. Если прокрутить кий на 90 градусов и заметить там 4 положения, в каждом положении практически киев бьют немного по-разному. Но опытный игрок сможет понять, о чем я говорю. На многих киях существует такая лыска на турнике. Тактильно спортсмен всегда держит в одном положении кий, потому что он понимает, что именно в этом положении ему больше всего нравится, как работает, как играет кий. На мой взгляд, меньше всего искажений это у короны, у модели корона. Ну а на втором месте это как раз вот 8-м лучевые цветки вот эти. А от классических кийов мы вообще наотрез отказались и не уверен, что за ними какое-то будущее. пишут уже 1100 зрителей. Класс. Класс. Но это действительно это не только бильярд развивается, но это, наверное, еще такой все-таки матч интересный Диана с Дмитрием Шкодой. Плюс игру показывают отлично. Что-то не сомневался в том, что Диана забьет этого Чижова. Да, сейчас пишут уберите шнур с правой стороны экрана. Я его на самом деле только-только заметил. Закрывает он правую нижнюю лузу. Ну да, да. Спешно просто проверяли сейчас все оборудование, камеры, заново все перед подключили, чтобы не было никаких косяков. И все это получилось немножко в такой последний момент, поэтому ну думаю, что обзор самой игры не закрывает. В следующий раз, конечно, потому что шнура не будет. Идеально его так же сделала Диана. Не ошибается Дмитрий. Не так он хотел попасть толстый как попал, но смотрим, 7-7 стоит свояк. Ну, такой совсем непростой. тонко попадает. Чуть-чуть перетончила Диана. И сейчас, скорее всего, Дмитрий будет отыгрываться через тонкого. Других, особо, таких вариантов нет. Да, сейчас уже не штрафоваться нельзя, соответственно, ошибаться в отыгрыше нельзя. Ну что, перевод в угол сюда направо, налево, скорее всего. Ох, не сильно ли сыграла Диана? Ну, свой удержала хорошо. Конечно, сейчас вот чужого надо переводить на длинный борт сюда, на нижний борт. Дмитрий пытается сыграть на короткий, что, на мой взгляд, очень опасно. Но по размеру такое ощущение, что он хотел все-таки сыграть потолще и перевести его на длинный борт, судя по размеру удара. Думаю, что план такой был. да, пока очень хорошо отыгрываются оба спортсмена, действительно. Явно таких сильных ошибок нет, все в размер. Ну, мне кажется, учитывая, что какую игру показывают спортсмены, ну, Дмитрий, понятное дело, что не на своем столе играет, но хочу сказать, что он тренируется и шары его не смущают нисколечко. Он даже сам сказал, что надо играть новыми шарами. А где они вообще все равно, чем играть, но этими шарами ей больше нравится играть. Хочется, вот к чему сказать, то, что, в принципе, игру показывают совсем-совсем неплохую. То есть, и на Савиде, в любом случае, их соперникам будет непросто прицельные такие уже отыгрыши в исполнении Дианы. Да, мы неоднократно отмечали то, что действительно каждый отыгрыш надо играть максимально прицельно. Даже не только потому, что может упасть шар. Это позволит сохранить концентрацию и когда станет более или менее какой-то несложный удар, даже при длительной серии отыгрышей ошибка будет минимальной. Видим, сейчас немножко неудачно попала Диана в створ луз. Но не свой, не чужой стоял такой. То есть, очень глубокая резка чужого, тонкий свой. Вот Станислав Саворовский пишет, что со временем трансляции можно сделать с нескольких ракурсов. И второе, интервью очень нужны и перед, и после игры. Спасибо. Но мне тоже кажется, что интервью нужны. Что касается нескольких ракурсов, мы задавали вопрос, и многие пишут, что одного вот этого ракурса вполне достаточно. Нам несложно, я думаю, что установить вторую камеру и во время комментирования просто мы сами могли и режиссировать. Мы, возможно, получим такой опыт, но мы спрашивали прежде всего у наших зрителей, которым, в принципе, качество нашей трансляции вполне удовлетворяет. Поэтому, а интервью, да, согласен, надо делать, и это интересно. К сожалению, хочется интервью записывать хотя бы за день, за два. или, может быть, прикрепить прямо вот перед игрой, пообщаться, как мы это делали раньше. Но в любом случае работаем, работаем в этом направлении и надеюсь, что все у нас обязательно получится. Опять спрашивают, кто на сегодняшний день производит кие-поповский, баженов, бойко, баринов. Виктор Бойко делает поповский и кие. Вот. Не давила диана, да, у нас будет время еще пообщаться. Это не может не радовать. Счет 4-3. Делал и делает Виктор бойко. Геннадий Баринов являлся его учеником и, соответственно, делает также поповские кие, но уже под своим именем. Это поповские кие Геннадия Баринова. Они уже много лет не сотрудничают вместе, но эти кие вообще не уступают по игровым свойствам киям Виктора Бойко. Просто есть любители конкретно киев Виктора Бойко. Они продаются в нашем магазине. Оригинальные кии, естественно. и кии Геннадия Баринова, которые по сути своей где-то в два раза дешевле. Вот сейчас у нас Павел Плотников получил свою Бариновку. Олег Яркулеву в Оренбург отправлена поповка Геннадия Баринова. Будем смотреть их мнение. Будем следить за их игрой этими киями. Да, очередной разбой от Дмитрия именно с угла, как говорят. Очень активный разбой, который дает колоссальную ошибку в случае непопадания. Ну да. И, кстати, вот этим разбоем по-щински тоже Юрий постоянно разбивает. И на Кубке Кремля у него там было чуть ли не стопроцентная результативность, но только не за счет забоя свояка, а за счет падения дурака. Понятно. Ну, на это тоже расчет ведется. А в играх одним шаром что на самом деле, чем грозит этот разбой? Понятное дело, что может все рассыпаться и встать подставка. Но что может быть еще? Во-первых, можно забить с этого разбоя и продолжить уже в легкой форме забивать несложные шары. Второе. Может упасть дурак. может ничего не встать абсолютно после такого разбоя. В-четвертых, может встать петля. Об этом тоже мало кто думает. А на самом деле так все может навеситься на лузы, а биток может быть замазан очень неприятным каким-то способом. И забивать там будет нечего. А может и вот как сейчас. Диана забила пару шаров и ошиблась. И позиция для Дмитрия более-менее раскрыта. Да, единственное, что неудобно, все-таки далеко придется брать удлинитель. Так и есть. Взял он другой кий. На его кии видимо удлинителя нет. Но справиться с задачей он не смог. И сейчас есть очень хороший вариант для Дианы с продолжением, так как и середина весьма раскрытая и на угловую противоположную лузу есть еще два шара для продолжения. Поэтому в принципе все только в ее силах. Да, справляется очень хорошо справляется. Есть два свайка в середину. Но вполне возможно не сильно она будет цепляться, а все-таки разыгрывать через чужие действительно игра заставляет играть более грамотную игру и просчитывать более точные выходы. А их можно к сожалению, ну не к сожалению, то есть их можно сделать больше чужого, чем со свайка. Не получилось идеально всего. да, размашиста. Мы как раз говорили о том, что то, что шары легче там на 20 грамм, не требуется такого сильного замаха, такого сильного резкого прокола. То есть можно играть гораздо, наверное, легче. Но не успела там полностью адаптироваться. Вот она сегодня из прайс сказала, говорит, блин, что будет, если я поиграю этими шарами две недели или месяц, я говорю, будет просто фантастика, что может быть. Ну, может быть, действительно свободно от турнира время и поиграет Диана. Был бы у нас здесь такой призовой фонд, как на совете, да? Сейчас бы понятно дело, все бы уже играли и показали бы, наверное, идеальную игру. ошибается Дмитрий, но сказать, что есть явное такое продолжение для Дианы нельзя. И вот игруши здесь такого простого совсем нет. Да, позиция так себе, если честно. Вполне возможно будет либо атаковать чужого, либо свой через лоб скатывает туда. Не, атаковать. Да, по замахам будет атаковать. Смотри, результативно, да. немножко не повезло то, что на шар налип. Ну, вот здесь люди пишут, что все-таки нужно интервью. Да, однозначно всегда приятно послушать мнение даже, наверное, то есть если взять в целом это непосредственно и сам настроен на игру, свои ожидания, потом смотреть действительно насколько спортсмены смогли прогнозировать свою игру. Это всегда было интересно, почему, в принципе, и во многих спортах это используется. Вот, и, конечно же, все-таки хочется посмотреть, как реагируют спортсмены в случае выигрыша либо проигрыша. Очень хороший удар Дмитрий исполняет. причем даже показал, что шар падает, но сам последний момент подзастрял немного. Тут напоминают мне о том, что я как-то упоминал в одной из трансляций, что я обязательно расскажу правду о поповских, о поповках и развеем тайны, ходящие вокруг них и мастера. Так может настало время. Может быть и настало время, но, наверное, не в этой трансляции. Да не то, что там правда какая-то. Просто многие действительно, не знаю, для многих это вообще сама ситуация, при которой многие даже отказываются верить, что существует такой мастер, как Виктор Бойко. То есть вот у меня даже до такого доходило. То, что Геннадий Баринов там делает бойковские ики, это тоже есть такие слухи, что многие другие мастера делают поповки. об этом мы поговорим, конечно. Тут неоднократно спрашивают возраст Виктора Бойко, если память не изменяет 62 или 63 года ему. Вот. Поэтому думаю, что в одной из трансляций можно об этом побеседовать. Я просто вообще забыл об этом, а сейчас у нас в любой момент партия может и встреча может закончиться, поэтому даже начинать не хочется, если честно. Так что, пожалуйста, в начале следующей трансляции напомните, я думаю, это не заставит абсолютно никакого труда. Но, тем не менее, как я хочу уже напомнить о том, что если Диана одерживает, а я остался, по-моему, один шар, один шар, так и есть. Один шар я остался. Наши клиенты нашего магазина получат 20-ти процентную скидку, и их менеджеры меня убьют. Они, видимо, еще об этом не знают, хотя наверняка смотрятся. Ну, я думаю, что эта красивая игра действительно стоит того, чтобы любители бильярда, которые еще размышляют перед покупкой Кия, ну, смотрите, это самое-самое сейчас время. Но, Диана еще пока не выиграла. Но, очень-очень к этому близка. И сейчас стоит прямой шар. Хоть и тянутся. Нет, не забивает. Неудобно. Может быть, переволновалась немножко, сама не поверила. Спрашивают, каким кием играет Шкода, Дмитрий. Ну, вот в данном, в данной трансляции играет Ки, мне подсказали, Ереминским кием. Да, в чате писали, что вроде бы как терминатором. Это новая модель Ереминского киева. Да, а в прошлой трансляции Дима играл своим кием. Кием, который сделал его папа. Тем не менее, все, игра-то наша закончилась. Да, и со счетом 5-3 Диана одерживает победу в этой встрече. Мы поздравляем Диану и поздравляем Дмитрия. Диану теперь ждет партнер, соперник Павел Плотников. Я думаю, что играть они теперь уже будут после Кубка Савиди. Была интересная игра. Кто посмотрел только концовку, обязательно пересмотрите с самого начала этот матч. Он очень интересный. Посмотрим, какую игру буквально через пару-тройку дней сформируем пары и огласим, кто будет играть в следующий раз, в следующий четверг. И сообщим. Следите за нашими новостями в наших соцсетях, в наших инстаграмах. Я думаю, это самые основные пока ресурсы для напоминания о каких-либо событиях. Ну и любите бильярд. А для вас работали я Сергей Бауров и мой коллега Евгений Уваров. Спасибо. До новых встреч. Всего доброго. Всего доброго. Как шар.